В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Меморандум по газификации Ленобласти подписан на Петербургском международном форуме. Губернатор региона Александр Дрозденко, председатель правления ПАУ «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко будут развивать сотрудничество в сфере энергетики. Вместе они проработают вопросы проектирования, производства, поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования белорусских предприятий в регион. Стороны будут использовать все возможности, чтобы выполнить поручения президента России Владимира Путина по реализации программ газификации и догазификации. Отметим, что по этой программе в Ленобласти предусмотрено строительство газопроводов для поставки голубого топлива в 508 населенных пунктов. Дорожные работы завершаются в микрорайоне Кировские дачи. Сегодня там продолжалась укладка выравнивающего слоя и замена изношенных слоев асфальта. Как сообщают в администрации Выборгского района, ремонт проводится в рамках муниципальной программы по развитию автомобильных дорог. Всего в Выборге в этом году было отремонтировано более 43 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы идут не только на основных дорогах города, но и на межквартальных проездах. Грузовик с хлебом перевернулся в Выборге. ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Шестакова, прямо напротив здания Выборгского отдела госавтоинспекции. Как сообщают в ведомстве, 18-летний водитель «Газели» выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущей иномарки. «Газель» врезалась в нее и опрокинулась на другую легковую машину. Автомобили получили серьезные повреждения. Водители, к счастью, отделались испугом. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. До открытия творческого сезона культурно-досугового центра остаются считанные минуты. Артисты завершают последние приготовления, поправляют прическу и макияж. Совсем скоро они окажутся на сцене перед зрителем. Культурно-досуговый центр открывает творческий сезон уже в 57-й раз. Для жителей и гостей Выборга подготовили вокальные, танцевальные и театральные номера. В холле Дворца культуры работала выставка декоративно-прикладного искусства и интерактивная зона. Организовали здесь и тематический буфет. В программе выступали как уже известные в городе исполнители, так и молодые творческие объединения. Мы подготовили танец, это казачий танец. Он у нас в этом году, скажем так, нововведение, новая постановка. И решили танцевать его именно на открытии творческого сезона. Как говорится, как сезон начнешь, так он и пойдет дальше. Приятно радовать зрителя, и мы дорожим аплодисментами. Для нас это самая прекрасная, самая дорогая благодарность. Вокальная студия «Новые голоса» радовала зрителей разнообразием репертуара. Руководитель коллектива Артем Лолоков приехал в Выборг три года назад. И уже тогда решил объединить музыкальных людей. У нас молодой коллектив, два года всего лишь. Начинается третий. Поем все песни, то есть и советские, и современные. У нас три состава. Младший ансамбль, средний и старший. Старший ансамбль, кстати, принимает активное участие во всех концертах города Выборга. Зал был полон зрителей. Кто-то пришел поддержать своих близких, а кто-то просто зарядится хорошим настроением. Я пришла на всех посмотреть, и на деток очень люблю приходить смотреть, и взрослые. Очень красиво. Я все время хожу сюда на концерты. Спасибо, что это все устраивает. Все выступают очень, очень хорошо. Сегодня на этой сцене будет выступать в одном из номеров моя дочь, на которую я с удовольствием посмотрю. И по возможности всегда хожу на открытие сезона, потому что такие у нас талантливые ребята, мальчишки. Просто такое хорошее настроение составит осенью. Поэтому всем приятного просмотра. Спасибо, что у меня есть. А на ней на свете – это наши дети. Вместе ты и я – мы семья. Полина Сорокина, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». Всероссийский фестиваль молодых авторов «Как хорошо уметь писать» в 16 раз собрал участников со всей России. Но в Выборге – впервые. Мастер-классы от именитых прозаиков и поэтов, семинары, творческие встречи – все это в библиотеке Алвара Алта. По мнению организаторов, это один из лучших культурных центров страны. У нас то и дело в Выборге проходят крупные и значимые литературные события. Мы сами очень любим бывать в Выборге, бывать на Выборгских книжных днях, бывать на кинофестивале, на книжном маяке. Ну, в общем, событий масса, а эта библиотека уникальна не только по своим архитектурным достоинствам, но и по человеческому профессиональному составу работников библиотеки. Она такое гнездо, где всех готовы приютить, приласкать, обогреть. Помимо уважаемых и известных литераторов, в Выборг приехали 20 молодых авторов. Этих счастливчиков отобрали из более чем 160 претендентов. Попасть в финал – все равно, что схватить удачу за хвост. Ведь именно фестиваль «Как хорошо уметь писать» взрастил популярных сегодня детских писателей и поэтов, книги которых разлетаются, как горячие пирожки. Для меня это счастье. Для меня попасть на фестиваль – это как выиграть в каком-то очень крупном конкурсе. И я знаю, что для каждого участника тоже так. И когда объявляют списки, мы все прыгаем от счастья и друг другу пишем о том, что поздравляем друг друга о том, что мы сюда попали. Это как такой ценз для самих себя, что значит, что-то, наверное, мы сможем при поддержке наших учителей. Потому что это не то, чтобы признание какого-то таланта, а именно признание потенциала, что с нами можно работать. Помимо плодотворной учебы и разбора актуальных тем, фестиваль подарил участникам и гостям несколько творческих встреч. С детьми и подростками пообщались Анна Ремес, Константин Арбенин и Виктор Лунин, который высоко оценил идею и значимость мероприятия для молодых авторов. Это, конечно, замечательное явление, потому что многим молодым хочется показать то, что они начинают делать, с кем обсудить. И собирают замечательных авторов, которые могут проводить мастер-классы с этими ребятами, объяснять многие вещи. Это, конечно, очень дорогого стоит. Это такой университет, можно сказать, для ребят. В рамках фестиваля, помимо прочего, прошла конференция, посвященная чтению в семье. Кроме того, авторы и эксперты подвели творческие итоги года и обсудили актуальные тенденции. По итогам 16-го фестиваля «Как хорошо уметь писать» будет выпущен электронный сборник произведений молодых авторов, вышедших в финал. А одного из начинающих писателей ждет особая награда. Его книгу издадут на бумаге. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Урок русского языка в шестом классе Ольга Владимировна «Колодяжная» традиционно начинает со светофора. Эта своеобразная шкала настроения помогает наладить эмоциональную связь с учениками. Впрочем, это не единственный хитрый прием в ее арсенале. К каждому ученику она ищет индивидуальный подход и точно знает, что похвала лишней не бывает, а ласковое слово и старшекласснику приятно. И детям я приклеиваю вот такие наклейки «Старайся», «Молодец», «Умничка», «Хорошо», за старание так держать. И на самом деле это их очень поддерживает, потому что тот, кто не получает наклейку, им хочется работать лучше. И очень часто, если есть время, оно не всегда бывает, я пишу в тетрадях «Умница», «Молодец», и даже в электронном дневнике в ГИСОЛО тоже пишу комментарии. И нынешние мои восьмиклассники, они очень этому рады. Наверное, шестой класс тоже в этом году, который ко мне пришел учиться. В классе этого педагога поднятая рука – не редкость. Сами школьники говорят о том, что уроки Ольги Владимировны не ограничиваются изучением школьной программы. К преподаванию она старается подойти творчески. Сегодня вы будете творить. Посмотрим, что не вытворять, а творить. И помним нашу творческую, спокойную обстановку. Но для этого нам нужно открыть с вами тетради. Шестиклассники получили задание. Мы изучаем те типы речи, описание. Нужно было описать листочек, найти, выйти из школы, найти листик, который понравится. А таковых сейчас красивых очень много. И ребята в тетрадку в свою вложили листики, написали тексты и сдали тетрадку на проверку. Завтра узнают отметки. Увлечь детей предметом – особое мастерство. К поколению гаджетов и подход должен быть соответствующим. Ученики Ольги Владимировны создают в соцсетях странички литературных персонажей из произведений, которые изучают на уроках литературы. А затем вступают в переписку с учителем. От лица, например, Емельяна Пугачева. У нас выставлено его дата, но, к сожалению, она не совсем правильная, потому что ВК не дает ставить год меньше своего. Например, есть родной город, Зимовейская, Воронежская губерния, языки русский, деятельность доской казак, интересы захват крепостей, ну, по произведению это можно понять. Любимая музыка, не шуми, мать и зеленая дубравушка, рамштайн, король и шут. Но нам показалось так, потому что есть такой пост прям с этими песнями. Любимый фильм «Капитанская дочка», там есть он, там написано «Там есть я». «Капитанская дочка» – это также любимая книга, там тоже есть он. Ну, вот, например, есть по знакомству о нем. На страничке Емельяна Пугачева для друзей выложен плейлист с лучшими песнями для захвата крепости. А также подборка тулупов, как альтернатива зайчьему. По мнению восьмиклассницы Вероники Симоненко, Ольга Владимировна – учитель непростой. Она знает, как надо подойти к ребенку так, чтобы он сделал, скорее всего. Она или спокойно объяснит, или даст задание в какой-то интересной форме, что загорятся глаза, и ты такой, я хочу это сделать, мне это надо. Я знаю ее как просто хорошего человека, потому что она переживает за нас, как за своих детей. Работать с детьми Ольга Владимировна Колодяжная хотела даже, когда сама была еще ребенком. Мечта стать воспитателем постепенно переросла в мечту быть учителем. Окончила она Тобольский педагогический институт. 13 лет проработала в Выборгской школе номер 12. Еще 11 лет – в 11-й гимназии. А несколько лет назад стала частью дружного педколлектива 10-й школы. С коллегами дружим, и благодаря нашему руководителю Ольге Станиславне Лобанковой мы периодически куда-то выезжаем. 13 сентября у нас было спортивное мероприятие для педагогов. Мы уезжали в лагерь «Зеленый остров», прекрасно провели время соревнуясь. Конечно, победила дружба, по-другому и быть не могло. А в прошлую субботу мы ездили в третью школу в Тосну. Точно такая же планировка у нее. Нас встретил директор школы, посмотрели, я заглянула в свой кабинет. Он немножко другой там кабинет труда, как и был здесь кабинет труда. А потом мы поездили, поехали в Маринову садьбу. Нередко Ольга Владимировна и сама путешествует с детьми. Кстати, помимо учительской деятельности, она является советником директора по воспитанию. А на вопрос, откуда она черпает энергию на все это, отвечает, что просто любит свою работу. Татьяна Анкудович, Кирилл Воженин, медиагруппа «Наш город». Алексей Филиппов – известный живописец, член Союза художников Санкт-Петербурга. В Выборге он представил несколько десятков работ, объединенных названием «Акварель плюс зарисовки». Выставка интересна тем, кому близок академический и реалистичный стиль в искусстве. Я себя в таком направлении и вижу. То есть, в принципе, человеку, который что-то видел, изучал, смотрел, знакомился с разными стилями и так далее, это все нетрудно, наверное, воспроизвести. Но мне это просто неинтересно и скучно. Гораздо интереснее природа. Вот жизнь, понимаете. Автор родился в Карелии, поэтому на его картинах карельские пейзажи. Живет в северной столице. И зритель глазами художника видит красоту и величие Санкт-Петербурга. Также Алексей Филиппов много путешествовал по Италии, Хорватии, Кипру, другим странам. Вот, к примеру, Норвегия. Такое типичное место на Лафатенских островах – это северная Норвегия, Заполярье. В принципе, летом, июнь-июль, там солнце не заходит, там полярный день. Поэтому такой свет очень интересный. Горы прямо из моря, часто какие-то облака, туманы, они создают такие фантастические какие-то конструкции. Мастер очень тонко чувствует природу и умеет передать ее красоту. На выставке можно проследить творческое становление живописца. Представлены работы, выполненные за последние 40 лет – от ранних учебных рисунков до современных. Выставка называется «Акварель плюс зарисовка». И это очень точное название. Казалось бы, что проще – карандаш и акварель, лист бумаги. Это все есть у любого ребенка, который начинает рисовать. Но акварель – это высшая точка живописного искусства на самом деле. Потому что это действительно достижение высокого мастерства. И это признавали очень многие художники, в том числе Михаил Врубель, наш любимый художник. Насладиться искусством можно в часы работы библиотеки на «Спортивной-10». Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Братство православных следопытов появилось в Выборге. По благословению епископа Выборгского и Приозерского Варнавы на базе некоммерческой организации «Бюро добрых дел» неравнодушные взрослые создали отряд «Выборгская застава» для детей и подростков. Во главу угла поставили патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Раз в неделю ребята занимаются спортивным туризмом, учатся вязать морские узлы и оказывать первую медицинскую помощь, постигают азы строевой подготовки и работают в команде. Я знаю точно, что в дальнейшем в жизни это им поможет. Возможно, дети как-то сориентируют свою будущую профессию. Может, они выберут профессию военного, военного врача, артиллериста, морской отдела. У нас очень хорошие инструктора, педагоги. Достаточно интересная, насыщенная программа. Детям нравится, они приходят с удовольствием. Воспитанники «Выборгской заставы» развиваются и физически, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях. На днях для них впервые провели турнир по гиревому спорту. Я был много раз на соревнованиях. Вчера я был на соревнованиях по гиревому спорту. Занял первое место, поднял армейский гиревой рывок 279 раз за 10 минут. Минувшим летом по благословению епископа Выборгского и Приозерского Варнавы в Выборге на фестивале детства впервые презентовали командную игру ринга. Она доступна каждому, независимо от его физических возможностей. Мы сейчас предлагаем усилия, чтобы возродить данный вид активности и чтобы как можно больше детей, молодежи получало радость и удовольствие, а самое главное – здоровье и позитивные какие-то мотивации через игру. Дети не только весело и с пользой провели время, но и получили подарки от епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. А еще мальчишки и девчонки учатся помогать ближнему и слабому, участвуют в социальных акциях. По примеру, отряда тимуровцев, которые существовали в советское время. Мы понимали, какой серьезный, серьезную работу, большой долг мы делаем на благо своей Родины. Это было тогда, вот примерно в этом возрасте, как у наших ребят, у наших воспитанников. Поэтому хочется это же самое передать, чтобы эти ребята выросли и помогли нам сделать в стране, навести порядок, вернуть то, что было утрачено. Уже в следующую субботу на территории военного музея Карельского перешейка воспитанники отряда совместно с духовенством и старшими наставниками будут заливать окопные свечи для отправки в зону СВО. И здесь, по мнению священнослужителей, как нельзя лучше подходят слова святого праведного Алексея Мечева. Поменьше философии, побольше дела. Итак, первое, развито в миру, в ущерб последнему. Вот хочется, наверное, сказать напоследок всем нам, всем нашим ребяткам, чтобы было побольше дела. Такими акциями мы как раз делаем дело. Оно нам сейчас необходимо. До конца года в отряде «Выборгская застава» планируется занятие по тактической медицине, посещение воинских частей и музеев, спортивные мероприятия. Вероника Когут, Андрей Неробов, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Этот просторный и светлый зал на улице Данилова был для Анатолия Журавлева вторым домом. Много лет стоял тренер у руля выборгского бокса, воспитывая в мальчишках и девчонках стойкость характера, целеустремленность и веру в свои возможности. Конечно, все они уже выросли, и многие приводят сюда и в другие залы. Выборгского района, своих детей и внуков. А коллеги вспоминают в дни ежегодного турнира памяти Анатолия Журавлева и вовсе объемлющую любовь к этому виду спорта и невероятное жизнелюбие. Всегда, насколько я помню, он был всегда такой заводной, бодрый, вот всегда бодрый, даже мы удивлялись утром после длительных соревнований. Мы такие вроде как и уставшие, а он всегда выглаженный, всегда такой, вы знаете, намороченный, бодрый, всех нас бодрит, все, ребята, ребята, начинаем работать. И они работают. Тренеры, спортсмены и, конечно, родители. По мнению Артура Сычева, именно от родительского настроя во многом зависит, останется ребенок в этом сложном виде спорта или нет. В первую очередь, если они... и помощь родителей тренеру. Вот у меня есть костячок ребят, вот я с ним работаю 4 года, вот мне так легко работать, и результат есть. Ну, естественно, трудолюбие ребенка, слушай тренера, и он останется, будет нравиться, будет нравиться ему вступать на тренировки, вступать на соревнования. Естественно, победы это больше мотивирует, ну и бывает поражение, но надо не сломаться, дальше идти. Соревнования проходили в течение трех дней. На ринг попарно выходили 120 спортсменов из Санкт-Петербурга, Выборга и Выборгского района, городов Енинградской области и Республики Карелия. Уровень подготовки и возраст участников – от младших 10-11 лет до юниоров. И начинающие, и уже опытные боксеры. Все нам помогают, и федерация помогает, и спортивная школа Олимпийского резерва, и общественное объединение «Фаворит Выборг», и физкультурно-спортивный центр «Фаворит». Поэтому все вместе стараемся развить наш бокс и наших детей. О том, что развитие идет в правильном направлении, говорят факты. Выборгский зал принимает и областные соревнования, и турниры федерального округа. А совсем недавно, в августе, на ринг Выборги выходили участники губернаторских игр. Марина Чусова, Наталья Березовская, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». На этом все. Не забывайте следить за самыми интересными новостями в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. Прогноз погоды на завтра узнаете через пару минут. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова